СНЕЖНЫЙ БАРС БЕЛЫЙ ОТШАЛЬНИК Зимой в Монголии температура может опуститься до минус 40 градусов Цельсия. В такой мороз даже завести машину бывает невозможно. Здесь нам пришлось не раз столкнуться с непредвиденными трудностями. Мы собирались проложить путь в самое сердце этих суровых, неприветливых земель. Именно здесь обитает одно из самых скрытных и загадочных животных в мире. Снежный барс. ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДА Эта горная гряда лежит на территории Китая, России и Казахстана. Алтайские горы простираются также и в северо-западной части Монголии. Снежный барс по праву считается хозяином этих заснеженных гор, средняя высота которых достигает трех километров. В алтайских горах обитают прекрасные и удивительно выносливые существа. Ибиксы, стремительно мчащиеся по снегам, обитают в этих местах дольше всех. Присмотритесь и вы увидите здесь множество самых разных животных. В алтайских горах нашли убежище виды, находящиеся на грани вымирания. Эти петроглифы донесли до нас образы людей и животных каменного века. На них изображены лисы, волки, ибиксы и другие животные, до сих пор обитающие в этих местах. Здешние обитатели по сей день ведут тот же образ жизни, который запечатлели в камне неизвестные художники. Знакомьтесь, это семья Ниама. Они живут на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Козлят на ночь забирают в юрту, а утром они бегут к маме пить молочко. Суровые морозы остались позади, но температура здесь до сих пор колеблется от минус двух до минус тридцати градусов. Говорят, прошлая зима была особенно снежной. Веселые детишки резвятся в снегу. Похоже, мороз им нипочем. Як – удивительное животное. Он спокойно переносит даже самые суровые морозы на высокогорье. Но перенести зиму, которая длится более полугода, – дело очень непростое. Зимой и летом кочевники ведут примерно один и тот же образ жизни. Их основная забота – присматривать за скотом, и этим занимаются все члены семьи. Утром они уходят на поиски пастбища, вечером возвращаются. И это продолжается день ото дня, даже в самые суровые морозы. Эта зима принесла им немало хлопот. Снежные барсы уже утащили пять кос из их стада. Но это не повод оставаться дома. Испокон веков кочевники ведут беспощадную борьбу с дикими обитателями гор. Этот козел решил отдохнуть. Беркут спускается и садится неподалеку. При ближайшем рассмотрении видно, что козел не в силах уйти, потому что его ранил снежный барс. Беркут убедился, что козел еще жив, и улетел ни с чем. Беркуты в основном питаются кроликами или мелкими грузунами, но зимой добычи мало, и они, чтобы выжить, становятся падальщиками. В двух километрах отсюда явно есть чем поживиться. Это бурые грифы. Они парят над горами в поисках свежей падали. Им достались останки козла, которому не повезло стать добычей снежного барса. Его судьба была предрешена в тот момент, когда он отбился от стада. В дикой природе смерть одного животного означает жизнь для других. Снежный барс занесен в Красную книгу и оберегается, как вымирающий вид. Мы отправляемся на территорию заповедника в надежде хотя бы издалека увидеть этого отшельника. Нам повезло. Мы встретили кочевника, который не так давно видел барса. Я ехал на коне в эту сторону, а снежный барс появился вон там. Да, ты его видел? Да, вон там. К этому времени снежный барс уже скрылся в горах. Мы решили пойти по его следам. И этот путь оказался очень нелегким. Мы едим горячую лапшу, чтобы хоть немного оттаять после долгого перехода в 40-градусный мороз. Ну вот, теперь все нормально. Да, о чем еще можно мечтать? Некоторые экспедиции бродили в этих горах по полтора месяца, и им ни разу не довелось увидеть снежного барса. Мы несколько часов упорно шли по его следам. Несколько дней мы просидели, затаившись на одном месте. Однако снежный барс так и не появился. Похоже, что путь снежного барса начинается в ущелье Атор и ведет в сторону Наранчага. Похоже, что это достаточно крупный зверь. В один из дней, продолжая идти по следу, мы обнаружили место, где снежный барс копал землю, чтобы зарыть испражнение. Там же мы нашли бумба, или помет снежного барса. На этой горе, ближе к вершине, мы нашли след другого барса. Длина 13 сантиметров, ширина 10 сантиметров. Следы совсем небольшие, значит, можно предположить, что по этим горам ходит мать с детенышем. Четыре года назад мы нашли здесь двух мертвых котят. После этого других молодых барсов мы здесь не видели. Я рад, что здесь наконец-то появился детеныш. видимо, родился в прошлом году. Хорошо бы нам выяснить, где и как он обитает. Пойдем дальше по его следу, чтобы понять, сколько здесь вообще барсов и где они живут. В 2009 году егеря нашли здесь двух мертвых детенышей. Позже выяснилось, что на них охотились кочевники. Им было чуть больше двух лет. Юные барсы едва начали жить самостоятельно, когда их жизнь внезапно оборвали. Точное число снежных барсов в мире неизвестно. Снежный барс занесен в Красную книгу как вымирающий вид. Егеря долгое время не встречали следы других детенышей снежных барсов на этой территории. По данным Международного Союза Охраны Природы на сегодняшний день в мире обитает от 4 до 6 тысяч снежных барсов. Чрезвычайно скрытный снежный барс не выносит соседства других животных, не говоря уже о людях. чтобы увидеть барсов. нам придется хорошенько углубиться в его территорию. Не жалея себя, мы забираемся все выше и выше. Нам не раз пришлось пережить леденящие душу моменты. В разреженном воздухе силы заканчиваются моментально, и даже переставлять ноги кажется настоящим подвигом. след барса вел нас по крутым и опасным горам. Снежный барс обитает в одном из самых суровых мест на планете на высоте от 3 до 6 тысяч метров над уровнем моря. Снежные барсы нанесли серьезный урон семье пуджи. В их стаде сейчас около 200 овец, козлов и верблюдов. Урта делает верблюду прививку. Зимой у кочевников две главные заботы сберечь скот и запасти побольше хвороста. К сожалению, уберечь скот от снежных барсов получается не всегда. мы поднялись на гору возвышающуюся над домом пуджи и приготовились ждать появления снежного барса. но проще сказать, чем сделать, ведь барс чрезвычайно скрытен, а его охотничьи владения весьма обширны. первым делом мы проверили все тропы, которыми может воспользоваться хищник. Потом мы поставили палатку так, чтобы из нее был идеальный обзор. Теперь нам остается только ждать и наблюдать. Другого способа увидеть снежного барса не существует. вечером пуджи сгоняют все свои стада к юрте. Скот закрывают в загоне, который сверху накрывают брезентом. это самое меньшее, что они могут сделать, чтобы защитить свой скот от хищников вроде волков и снежных барсов. снежных Мир погружается в темноту. Наконец-то белый отшельник выдает свое присутствие. Неподвижного барса запросто можно принять за один из многочисленных валунов. Помедлив чуть дольше, он упустил свой шанс. Этому барсу около четырех лет. Он утоляет жажду, слизывая снег под лапами. Люди месяцами бродят по горам в надежде увидеть барса хотя бы издали. Снежный барс обитает только в самых высокогорных районах. Поэтому его и прозвали белым отшельником. Наш снежный барс поспешил удалиться, махнув напоследок длинным хвостом. Хвост снежного барса может достигать метра в длину. И он нужен ему не только для равновесия, но и чтобы защищать морду от холода. Пятнистый узор на светло-серой шубе зависит от сезона, ареала обитания и чистоты, с которой барс охотится. Длинная шерсть и густой подшерсток сберегают тепло, сводя к минимуму его потери. А благодаря коротким передним и более длинным задним лапам, а также широким ступням, снежный барс идеально приспособлен к жизни в горах. В дикой природе барсы живут от 10 до 15 лет. Наш снежный барс побывает в этом месте еще не один раз. Горный Алтай стал охотничьей территорией и для хищных птиц. Бородач также занесен в международный перечень вымирающих видов. Своё прозвище он получил из-за похожих на бороду черных перьев под клювом. Этот хищник собирает пух, чтобы выслать им гнездо. Самка бородача греет гнездо, которое она вместе с самцом свела прямо на скале. Обычно в кладке бывает не больше двух яиц. Птенцы вылупятся примерно через два месяца. Самка бородача высиживает яйца, а самец укрепляет гнездо. Ко времени появления птенцов оно будет гораздо прочнее. Обитателям гор приходится набраться терпения в ожидании весны. Стайка воронов и сорок обнаружила останки козла. Но им нужно поторопиться съесть хоть что-нибудь до появления стервятников. Роль стервятников велика. Они избавляют природу от падали. Опоздавшая лисица наблюдает за их пиром издалека. Она не решается приблизиться и просто сидит и смотрит на их трапезу. Только когда стервятники насытились, лисица вместе с сородичем осмеливается подойти. Лисицы довольны тем, что ждали не напрасно. Однако лисиц две, а труп один придется за него подраться. После небольшой драки проигравшая лисица отступает. Правда, очень неохотно. Победительница утаскивает добычу в безопасное место. Лисицы – ночные звери. Но в голодные периоды им приходится выходить на поиски добычи и в дневное время тоже. Мужчины из семьи Няма покинули свою юрту до восхода солнца. Они будут отмечать монгольский праздник Цагансар, схожий с корейским Новым годом. Они идут к пирамиде из камней. Разжигают огонь, а затем начинают жечь благовоние. Три раза они обходят пирамиду по часовой стрелке, кропяя ее водкой, чаем или молоком, и молясь о благополучии в Новом году. Монголы очень серьезно относятся к этому празднику, веря в то, что он принесет удачу в делах в грядущем году. Сделав подношения и обменявшись приветствиями, мужчины возвращаются в свою юрту. На рассвете вся семья собирается вместе, чтобы почтить предков, пожелать друг другу здоровья и благополучия, и отведать угощения, которые они приготовили заранее. После завершения всех домашних ритуалов можно пойти поздравить друзей и соседей. Цагансар – первый день монгольского года, означающий также приход весны. Ветер разносит весть о том, что зима отступила. Земля начинает прогреваться, и мелкие животные, проспавшие всю зиму, просыпаются и выбираются из нор. Река наконец-то освобождается от сковавшего ее льда. Весна заявляет о себе в полную силу. Пустыня Гоби лежит к югу от Алтайских гор. Сотрудники центра работают над совершенно особенным проектом. Они занимаются исследованием монгольских снежных барсов. В команду входят ученые из Монголии и других стран. К исследованиям они приступили в 2008 году. Сумбе, местный член команды исследователей, хорошо знает эту местность. Он ищет место, которое, скорее всего, привлечет барса и устанавливает сенсорную камеру. Снежный барс живет в самых высокогорных районах, поэтому снять его на камеру чрезвычайно сложно. Он настолько скрытен, что даже местные жители чрезвычайно редко видят его в реальной жизни. Даже следы барса встречаются не слишком часто. Он настолько привык к одиночеству, что даже детеныши довольно быстро уходят от матери. Обычно самка приносит двух детенышей каждые два года. Молодые самцы уходят в самостоятельную жизнь в полтора, а самки – в два года. Убедившись, что барс действительно здесь бывает, ученые ставят ловушку. Барсов отлавливают, чтобы исследовать, как они живут. Вот здесь снежный барс пописал, оставил метку или предупреждение для других барсов. Вот здесь метка другого барса, она посвежее. Но здесь ловушку не поставишь, потому что здесь обрыв. Поэтому они, скорее всего, пройдут по этой стене. Я проложил здесь для них тропу, и ловушку я установлю здесь. Будем надеяться, что они поставят свою метку и пойдут по тропе. Когда ловушка сработает, барс будет двигаться, сдвинет ловушку, и она отправит сигнал прямо к нам в лагерь. И мы будем знать, что кто-то попался. В период с 2008 по ноябрь 2012 года таким образом были отловлены 19 барсов. Если ученые не успеют добраться до ловушки за полчаса после получения сигнала, зверь может погибнуть. Сразу по прибытии они усыпляют животное и берут образцы крови и ДНК. Также они надевают ему электронный ошейник, который каждые пять часов отправляет на базу отчета о местонахождении барса. Сейчас под наблюдением находится шесть барсов. По прошествии двух лет ошейник автоматически расстегнется и прекратит работу. Меченые барсы получают имена в честь инвесторов Фонда защиты снежных барсов. Этого зверя зовут Ориун. На наших глазах два самца Ибикса дерутся на горном склоне. Самцы Ибикса дерутся за самку в брачный период или же для того, чтобы обеспечить себе более высокий статус. Эти самцы примерно равны по силе. Они сцепились рогами, чтобы испытать свою силу. Они дерутся, чтобы определить, кто из них сильнее. Борьба за превосходство продолжается до тех пор, пока один из дручунов не устанет или не признает поражение. Ибиксы ушли на высокогорные луга, чтобы избежать конкуренции с другими травоядными животными. Но куда бы они ни пошли, за ними постоянно пристально наблюдают. Снежный барс не сводит с них взора. Ибикс – идеальная добыча для снежного барса. Он затаился и ждет, когда добыча сама придет к нему в лапы. Перед нами наша старая знакомая Ориун. Почуяв Ориун, ибиксы сорвались с места. На этот раз охота не удалась. Но у Ориун будет еще немало шансов на успех. На следующее утро появилась лисица. Она предпочитает открытое пространство, где хорошо видно все, что происходит вокруг. А это значит, что иногда ей приходится сталкиваться с барсом. Судя по тому, что этот самец метит территорию, его логово где-то поблизости. Неподалеку Ориун деловито поедает добычу у подножья скалы. Она завалила лошадь и притащила ее прямо сюда. Барсы не отказываются от добычи только потому, что она крупнее их самих. хотя тащить обед размером с самого себя, наверное, не слишком удобно. ориун ищут безопасное место для трапезы, по пути делая короткие передышки. Если охота удалась, снежные барсы будут поедать свою добычу, пока от нее ничего не останется. В Монголии обитает сравнительно многочисленная популяция снежных барсов. По данным Международного союза охраны природы, в монгольских горах обитают от 900 до 1200 барсов. Охотничья территория любого барса зависит от обилия добычи. В сравнении с самками, самцы покрывают гораздо большее расстояние. Обычно у каждого самца бывает по две самки. Изучать жизнь снежного барса важно, потому что этот вид вымирает, и не изучив его, мы не сможем его сохранить. Поскольку это высший хищник, если его сохранить, то образуется своего рода прикрытие, под которым смогут выжить другие обитатели этого же ареала, к примеру, горы Туст. То есть сам ареал будет сохранен, то есть в этом случае мы сохраним популяцию ибиксов, грызунов и других обитателей этих гор. Так что, да, спасая один вид, мы также спасаем и другие виды. На мой взгляд, это самое ценное. Ученые отправились на поиски барса, чей электронный ошейник перестал посылать сигналы, но их поджидал неожиданный сюрприз. Каменные стены надежно защищают это место. Догадка подтвердилась. В логове обнаружилась самка и новорожденный детеныш. Ученые давно искали следы молодых барсов и сдаваться не собирались. И на этот раз Сумбе обнаружил двухнедельных детенышей. Эта находка потребовала немало терпения. Семью барсов обнаружили в расселении между скалами. Ученые впервые увидели новорожденных детенышей в дикой природе. Они измерили рост малышей, их вес и другие важные параметры и поместили в их уши идентификационные чипы. И на все это им понадобилось менее 10 минут. Потом они продолжили свои поиски. На пути нам часто встречались обо или пирамиды из камней. Их складывают, чтобы облегчить душе переход в иной мир. Очень похоже на корейский сианандан. На смену весне уже спешит лето. Погода внезапно портится. Приходят песчаные бури, иногда даже ливни из градом. Они знаменуют конец весны. Они знаменуют конец весны. Яркая летняя зелень покрывает засушливые земли. Жизнь кипит на прекрасных июльских лугах. Лето длится всего два месяца, но даже их хватает, чтобы стереть воспоминания о жестокой зиме. На невинных личиках детей, играющих с животными, написана искренняя радость от наступившего лета. Время тянется умиротворяюще медленно. Лето пришло даже на самые дальние высокогорья. Пищухи выбираются из нор, чтобы их подновить и сделать запасы на зиму. Мелкие грызуны становятся легкой добычей для пролетающих хищных птиц. Перемирие недолговечно, даже для самих пищух. Какими бы юркими они ни были, им будет чрезвычайно сложно удрать от острых когтей крылатых хищников. Стервятник принес пищуху на обед своему птенцу. Птенец подрос, и его мать проводит в гнезде все меньше и меньше времени. Лето – это время взросления. Горный ветер тоже пахнет летом. Кочевники похожи на ветер. Они никогда не останавливаются на одном месте. Пришло время сниматься с места. Воздушные потоки поднимают черных коршунов высоко в небо. Зорким оком они выслеживают добычу, камнем бросаются на нее и поедают прямо в воздухе. Чудесные цветущие луга встречаются даже на самых суровых высокогорных склонах. Растения находят воду и поспешно раскрывают листья и соцветия. Им нужно успеть напитаться солнечным светом, чтобы семена успели вызреть. Семья Даба Асамбу перекочевала к месту летней стоянки. Она находится гораздо выше их весеннего дома. Жизнь кочевников очень проста. Помимо самой юрты у них практически ничего нет. Женщина ставит палатку, чтобы убаюкать плачущую малышку. Она быстро успокаивается в маминых руках. Место для юрты найдено. Сначала ставится дверь, обязательно на юг. Затем ставятся стены и крыша с единственным круглым отверстием по центру. Каркас укрывают полотном и шкурами. Хорошенько закрепляют и все. Переезд завершен. Дом, в котором они проживут до осени, готов за два часа. Они привели с собой яков и кос, которые обожают высокогорье. Летом скот отъедается на изобильных высокогорных лугах. Молодым козам здесь тоже очень хорошо. А в скалах неподалеку от летнего дома кочевников мы обнаружили бумбу помет снежного барса. Это говорит о том, что логово барса находится где-то неподалеку. Снежный барс тоже ведет кочевую жизнь, следуя за своей добычей. Лето здесь короткое, и все же цветы успевают расцвести во всей своей красе. Ибиксы тоже пасутся в этом прекрасном месте. Летом, в период линьки, им нужно питаться больше, чем обычно. До конца лета им нужно как следует отъесться. «Ибиксы» «Ибиксы» Несмотря на окажущийся покой, ибиксы должны быть постоянно на страже. Иначе этот прекрасный лук в одно мгновение станет их кладбищем. Они уйдут отсюда, как только наедятся и восстановят силы. Бурый гриф сомневается, хотя добыча вроде бы легкая. Ворон также заприметил еду, но приблизиться к ней не осмеливается. У стервятников же голод пересиливает страх. И в этот момент крик сурка предупреждает их о приближении снежного барса. Оказывается, эта вкусная добыча принадлежит ему. После трапезы стервятников обычно не остается даже костей. Но барс вряд ли готов поделиться с ними своей законной добычей. Коротким броском он отпугивает слетевшихся падальщиков. В горах воду найти непросто. И снежный барс нечасто совершает такие выпады. Под палящим солнцем он выглядит особенно утомленным. Но вот стервятники признают поражение и улетают. Наконец-то барс прогнал всех от своей добычи. Но он продолжает лежать на земле. Признак сильной усталости. Появившиеся кочевники не оставили ему выбора. Он вынужден бросить добычу и уйти. Похоже, одиночество привлекает белого отшельника больше, чем добыча. Таков он – снежный барс. Новая энергия разливается по земле. Для местных жителей смерть – это не конец. Они верят в нескончаемый цикл жизни, смерти и возрождения. Люди приняли свою судьбу. На протяжении всей жизни противостоять диким зверям. Эти звери возникают там, где проходят границы между жизнью и смертью. И главным стражем границы является снежный барс. Рядом с людьми. Гималайи зачастую называют крышей мира. Они тянутся с запада Пакистана через Индию, Тибет, Непал, вплоть до Бутана. Эта обширная горная система протянулась на 2500 километров с востока на запад и на 300 километров с севера на юг. В поисках снежного барса мы отправились в самое сердце Гималайских гор – в регион Ладакх. Лех – крупнейший город Ладакха. Это своеобразные врата, через которые можно попасть в другие деревеньки этого региона. После продолжительной зимы город просыпается и готовится к празднованию буддистского Нового года. Люди читают молитвы, непрестанно вращая молитвенный барабан. Один поворот барабана приравнивают к чтению целого свитка с мантрами. Жители Ладакха, которые еще называют маленьким Тибетом, в основном исповедуют тибетский буддизм. Для жителей Ладакха снежный барс – животное священное. По местной легенде, один из монахов переродился в снежного барса. Мы решили побывать в сердце региона Ладакха. Здесь находится крупнейший в Индии заповедник диких животных. Территория национального парка Хэмис занимает более 4000 квадратных километров. Горы и река Инд надежно защищают его от внешнего мира. Большинство здешних обитателей занесено в список вымирающих видов. Инд, подпитываемый водами реки Занскар, несет живительную влагу в засушливые горные долины. Слово Ладакх означает страна высоких перевалов. Местные жители живут на таких высотах, откуда вполне можно дотянуться до неба. Вот это типичный загон для скота с проволочной крышей и пугалом, обряженным в старый тулуп. Этот загон построен специально от барсов. Низкие стены из глинобитных кирпичей вряд ли можно назвать эффективной защитой. Из всех зверей скотоводы больше всего боятся снежных барсов. Но другой жизни обитатели этих суровых земель попросту не знают. Когда стадо возвращается с пастбища, козлят переводят в отдельный загон. Из-за роста численности жителей высокогорный ареал обитания снежного барса постоянно уменьшается. При этом хищники часто воруют скот у местных жителей. В прошлом году снежный барс пришел к нам и убил лошадь. А потом утащил ее куда-то высоко в горы. Они очень сильные звери. Барс гораздо меньше лошади. Но вчера я видел, как он убил мою овцу и утащил ее. Сумерки постепенно сгущаются. И пастухи гонят свои стада домой. Здесь за скотиной ухаживают все, вне зависимости от возраста. Скот нужно пересчитать, убедиться, что никто не отстал, и закрыть их в загоне. Домашний скот здесь берегут, как детей. Травы мало, поэтому коз дополнительно подкармливают. Козлят пускают к матерям. На пастбище малышей пока не выгоняют. Пока что весь их рацион составляет молоко. Эти люди постоянно на чеку. Они боятся, что придет барс. Однако против законов природы они не идут. Утром я иду покормить скотину, и в голове у меня вьется одна единственная мысль. Откуда на этот раз за нами наблюдает снежный барс? И нападет ли он сейчас? Он же зверь. Он должен убивать, чтобы выжить. И я живу в постоянной тревоге и страхе. Я не хочу, чтобы он забрал всю мою скотину. Снежный барс никого не щадит. Снежный барс нас в покое не оставит. Прошлой ночью я спал в палатке, чтобы не пропустить его. Что, вон там? Да, вон там. Я решил, что скотину нужно стеречь. Вот и поставил там палатку. Поставил палатку и ночевал в ней. Вот в этой? Ну да, в ней. Каждую ночь люди ведут отчаянную борьбу с барсами. Но остановить их бывает очень непросто. Снежный барс убил всех моих коз. Я, как увидел это, чуть сам не помер. Я страшно разозлился, когда увидел, как он пожирает мою скотину. Когда он убрался в освоясе, я собрал козьи головы и принес их домой. Он даже наследил тут. Смотрите. И его следы вели к соседскому дому. За одну ночь барс разорил целую деревню. Он ушел вон туда. Ты уверен? Точно, точно. Некоторые семьи даже отказались от скотины из-за постоянных набегов барсов. Из дома барсы скотину вытащить не могут. А добычу свою они утаскивают в горы, и там ее едят. Много их приходит, барсов? По двое, по трое. Раньше у меня было стадо, теперь нет. Снежный барс не видим, как призрак. Он является и пропадает в мгновение ока. Тех, кто действительно его видели, не так уж и много. Неуловимый вор против отчаявшегося защитника. И эта бесконечная война будет продолжаться всю зиму напролет. В феврале коварная погода меняется по несколько раз на дню. Здесь, на заснеженных горных склонах, мы повстречали гималайского голубого барана или бхарала. Эти дикие бараны являются излюбленной добычей барса. После долгой зимы, когда снег еще не сошел, наестся вдоволь не так просто. Поглощенные поиском пищи бараны могут стать легкой добычей невидимого хищника. Чтобы вовремя заметить опасность, они должны постоянно быть на чеку. Бородач, хозяин гималайских небес, парит, высматривая добычу даже в самых укромных уголках. Снежный барс тащит свою добычу. Барс – высший хищник в гималайских горах. Сразу после охоты он к трапезе не приступает, давая добыче отлежаться. В основном барсы обитают среди заснеженных горных вершин. За любовь к одиночеству их прозвали белыми отшельниками. В отличие от сородичей, снежный барс обладает практически белой шубой, которая делает его невидимым среди заснеженных валунов. Пока он неподвижен, заметить его почти невозможно. Он залегает так, чтобы все время присматривать за добычей. Для отдыха или сна барсы всегда выбирают места с наилучшим обзором. Время идет. И проголодавшийся барс решил пообедать. Направляясь к добыче, он все время останавливается, чтобы хорошенько осмотреться. Первым делом он обдирает мех. Даже во время трапезы он не теряет бдительности, время от времени показывая острые клыки. Он утоляет жажду кровью своей жертвы. За эту привычку тигерецкие кочевники прозвали его кровопийцей. Потом он отрывает куски мяса и ест их. Насытившись, он возвращается к месту отдыха. К добыче же он будет возвращаться, пока от нее ничего не останется. Ближе к вечеру из норы появляется лисица. Черноухая длиннохвостая лисица прекрасно выглядит в своей зимней шубке. Зимой, когда добыча скудна, лисица закапывает еду, чтобы и завтра было чем пообедать. Острый нюх приводит лисицу к закопанной добыче. Сейчас голод гораздо опаснее внезапного нападения. КОНЕЦ Пустыня Гоби раскинулась в южной части Монголии. Стадо аргали сливается с унылым пейзажем. Аргали немного крупнее, чем монгольские ибиксы, к тому же у них более массивные рога. Они не отличаются резвостью, поэтому они предпочитают обширные луга, где они могут спокойно пастись целыми днями. Но безмолвный наблюдатель следит и за ними. Если хоть что-то покажется странным, нужно бежать. Аргали точно знают, хищник медлить не будет. Один аргали отбился от стада. Обычно аргали стараются держаться вместе, ведь такая беспечность может стоить им жизни. Гоби представляет собой засушливую бесплодную пустошь. Гоби называют пустыней, хотя песком здесь покрыты едва ли 3% ее поверхности. Каменистые холмы здесь сменяются песчаными дюнами и желтыми пастбищами. Словом гоби, кочевники называют засушливые бесплодные земли. Летом температура здесь поднимается выше 40 градусов, а зимой падает ниже минус 40. Вот такой суровый здесь климат. Выжить здесь могут лишь самые выносливые виды. В здешнем небе нет облаков, зато зачастую случаются песчаные бури. Казалось бы, в таких условиях никто жить не сможет. И все же, и здесь жизнь торжествует над смертью. В Гоби выпадает еще меньше осадков, чем в других регионах Монголии. Все местные обитатели собрались у крошечной лужицы. Несмотря на нехватку воды, споров о том, кто напьется первым, не возникает. Настороженные Аргали напряженно ждут своей очереди. Верблюды ушли, и теперь куропатки спешат утолить жажду. Для обитателей пустыни Гоби вода – это жизнь. Наконец, пришел черед Аргали. Аргали не расслабляется, хотя все его сородичи постоянно на чеку. Любая ошибка может стоить им жизни от когтей, поджидающих хищников. Аргали пьют воду, не теряя бдительности ни на секунду. Они мгновенно умчатся прочь, едва почуяв, что что-то не так. И хищники действительно наблюдают за водопоем. Соколы высматривают более мелких птиц, слетевшихся к воде в надежде напиться. Этому соколу на этот раз перекусить не удалось. Ему остается довольствоваться водой. Растениям тоже хоть изредка нужен дождь, чтобы выжить в пустыне. И хотя облака иногда собираются в небе, дожди здесь идут нечасто. Большая часть осадков проливается летом. И когда это происходит, жители Гоби реагируют мгновенно. Благодаря животворящим дождям, лето в пустыне Гоби по-настоящему прекрасно. Краснощекий суслик становится более активным, когда трава начинает расти. Дело в том, что в траве ему проще спрятаться. Мелкие грузуны, вроде этого суслика, являются основой монгольской экосистемы. Мы посетили центр изучения снежных барсов в южной части пустыни Гоби. И оказалось, что команда интересуется не только барсами. Беременные. Ученые поймали суслика. И теперь записывают его данные. Длина лапки. Сейчас. Они сделают анализ ДНК. А также проверят, нет ли у него каких-либо болезней. Подобные исследования очень важны для изучения местной экосистемы. Итак, мы проводим исследования, чтобы выявить болезни у грызунов или баранов, которые могут передаться снежным барсам. Также мы снимаем общие данные на будущее и для понимания общей картины. Какие животные здесь живут, какого они размера, что едят, где живут. Соотношение самцов и самок. Они изучают и тех, на кого снежные барсы охотятся. Около 20% их добычи составляет домашний скот кочевников. Электронные ошейники помогают собрать информацию о снежных барсах, и при этом они защищают домашний скот от хищников. Мы надели электронный ошейник на козу. Посмотрим, что из этого выйдет. Он должен показать, где именно козы пасутся. И мы постараемся как-то их защитить. Если мы поймем, что пастбище опасно, и пастухам не стоит там быть, в смысле, не самим пастухам, а их стадам, может, у нас и получится уменьшить их потери. Работа исследователей начинается ранним утром. Им приходится подстраиваться под жизненный ритм диких животных. Сейчас они изучают популяцию ибиксов, обитающих в районе горы Туст. На основе этих исследований Сумбе пишет магистрскую диссертацию, которую будет защищать в Монгольском государственном университете. Ибиксы – излюбленная добыча снежных барсов. Ибиксы и аргали составляют до 80% рациона барса. Наблюдение за ибиксами начинается ранним утром и заканчивается далеко за полдень. Эти исследования стали возможны благодаря снежному барсу. Однажды, следуя за ибиксами, Сумбе обнаружил детеныша снежного барса. Скоро этот котенок вырастет и станет властелином этих земель. Когда детеныш вырастает, его мать остается хозяйкой своей территории, а он отправляется на поиски своего места. Это довольно опасно, потому что он не знает местность. Воду и еду найти непросто, а люди относятся к барсам как к врагам. Но если он сумеет преодолеть эти трудности, то однажды станет хозяином собственных земель. Да. На высокогорье температура с каждым днём понижается. Кочевникам нужно запастись топливом до прихода зимы. Навозные лепёшки являются отличным топливом. Здесь нет деревьев, так что выбирать не приходится. Сбором навоза занимаются женщины и дети. В свободное от других дел время они собирают и сушат навоз, чтобы было чем греться в морозную зиму. Едва лето заканчивается, как ему на смену тотчас же приходит зима. С этим ничего нельзя поделать, кроме как принять это за факт. Навоз совершенно не дымит и выдаёт очень много тепла. Это отличное топливо и для обогрева жилища, и для приготовления пищи. Сутэйцай – это монгольский чай с жиром, маслом и пшеничной мукой. Летом кочевники зачастую пьют этот напиток в качестве обеда. Нередко им приходится довольствоваться одним только хлебом с чаем. Скот, который они держат, обеспечивает их молоком и мясом. Кочевники не ведают другой жизни, и поэтому благодарны за то, что имеют. Бабушка занята другим, очень важным делом. Она делает фигурки животных, обитающих в этих местах. Фигурки отправят на продажу за границу, и доход поможет окупить ущерб, нанесённый снежными барсами. Эту инициативу сотрудников Центра изучения снежных барсов поддержал Фонд Снежного Барса с тем, чтобы обеспечить финансовую поддержку кочевникам. Сотрудники Центра читают им лекции о сохранении снежных барсов. Также они обучают женщин обрабатывать козью шерсть таким образом, чтобы потом из неё можно было валять фигурки снежных барсов. Потом эти фигурки продают за границу. В этой семье стадо насчитывает более 300 голов. Она участвует в деловых проектах, способствующих сохранению снежных барсов с 2001 года. В том числе они изготавливают пряжу из козьей шерсти, которую потом выставляют на продажу. Я участвую в разных ремесленных программах Центра изучения снежных барсов, с 2001 года. С 2003 года я участвую в программе по защите домашнего скота. Я приду шерсть, продаю пряжу. И можно сказать, что примерно 20% всех моих доходов я получаю из фонда защиты снежного барса. Еще 20% мне выплачивают, если за установленный период не было ни единого случая незаконной охоты на снежного барса. Здесь, в пустыне Гоби, сезоны сменяют друг друга за один день. Зима заявляет о себе снегом. Снова начинается сезон испытаний. Посреди сурового, но прекрасного пейзажа кроется трагедия. Брошенное тело лошади лежит на снегу. К нему бежит лисица, почуявшая запах смерти. Она отрывает кусок мяса и сразу же убегает. Хозяйкой этой добычи является наша знакомая Ориун. Но раз хозяин бросил свою добычу, мелкие хищники просто не могут не воспользоваться такой возможностью. Ворон заинтересованно осматривает мертвую лошадь. Прогнав наглую лисицу, Ориун ищет место для отдыха. Ворон каркает. Возможно, для того, чтобы привлечь к трупу внимание своих собратьев. Однако Ориун даже не удостаивает его крики вниманием. Самка Ориун появилась на свет четыре года назад. Ее назвали в честь одного из инвесторов Фонда защиты снежных барсов. В разгар зимы добычу Ориун уже давно бы окружили оголодавшие хищники. Но сейчас зима едва началась, и можно не напрягаться. Любопытный ворон продолжает бродить возле падали. Ориун вылизывается. Как и все кошки, она любит чистоту и наслаждается заслуженным отдыхом. После полуденного сна она потягивается, чтобы взбодриться. При ее приближении мелкие зверьки разбегаются. Поточив когти о мертвую лошадь, Ориун дала понять, что это ее добыча. К счастью, лисица, похоже, нашла, что еще можно съесть. Для Ориун это четвертая зима. Трудности, с которыми обитателям этих мест приходится сталкиваться зимой, сделали их очень выносливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Ориун всю ночь просидела возле добычи, охраняя ее от многочисленных ночных хищников. А потом пришла настоящая хозяйка лошади. Ориун, не теряя времени, уходит прочь. За один только 2012 год эта кочевница потеряла уже шесть жеребят. Но сколько бы потерь она не понесла из-за снежных барсов, она знает, что ее судьба – делить землю с этими хищниками. Наши лошади живут только в этих местах. Больше они нигде не бывают. Здесь им особо некуда убегать. И даже если они вдруг уходят в незнакомые места, они всегда возвращаются. Даже если мы их специально куда-нибудь отгоним, они просто развернутся и прибегут назад. Лошадям, как и людям, очень сложно бывает привыкнуть к новому месту. Мы привыкли здесь жить. Мы никуда уходить не планируем. Я бы хотела прожить в этих местах всю свою жизнь, до самой смерти. Это один из самых красивых буддистских монастырей в округе. Тикси Гомпа. Слово «гомпа» означает буддистский храм. В Ладаххе деревеньки вырастают вокруг храмов. Местные буддисты почитают природу наравне с богами. Они верят в учения о сансаре, и любая жизнь для них является драгоценной. Это уреалы. Уникальный вид баранов, обитающих в горных районах Ладахха. По внешнему виду и привычкам они напоминают бхаралов. Однако эти два вида отличаются местами обитания. В горах у них гораздо меньше конкурентов. Они предпочитают траву, но иногда приходится есть листья. И даже выкапывать корешки из земли. Уреалы встречаются только в Ладаххе. Здесь они обитают на берегах Инд и Шайок. Зимой нередко бывает так, что уреалы приходят к человеческим поселениям. С 2002 года регион Ладахх славится своей сувенирной продукцией, посвященной снежному барсу. В этих местах человек и снежный барс живут бок о бок. С 2002 года ни один снежный барс не пострадал от браконьеров. Ладахх показал пример того, как умный подход может разрешить проблему столкновения людей с дикими животными. Гости, приезжающие сюда, чтобы хоть мельком увидеть снежного барса, в конце концов влюбляются в девственную природу этих мест. В деревне Юли гостей готовы принять в любом доме. У гостей будет возможность понаблюдать за традиционным укладом жизни местных семей. Жители Ладахх очень серьезно относятся к приему своих гостей. Поэтому число людей, приезжающих в эту деревеньку, постоянно растет. Местные жители продают туристам фигурки диких животных. Проект с гостевыми домами снижает урон, наносимый снежными барсами, и дает местным жителям возможность получить дополнительный доход. И все это, опять-таки, благодаря снежным барсам. Мы защищаем местных животных, стараемся уберечь их жизнь, потому что чем больше животных здесь останется, тем больше туристов будет приезжать, чтобы их сфотографировать. Мы предлагаем им места в гостевых домах, а деньги от продажи сувениров позволяют нам развиваться. Природа всегда рядом. Благополучие жителей Ладахха всегда будет зависеть от домашнего скота. И они не могут закрывать глаза на существование своего соседа, снежного барса. В Гималайских горах люди и дикие звери – это всего лишь дети природы. Равновесие было достигнуто благодаря религиозным учениям и стараниям самих людей. И в центре этого равновесия находится снежный барс. Снежного барса мы считаем хранителем наших земель. Мы понимаем и искренне оценим эту важнейшую роль, которую барс играет в природе. К сожалению, сейчас снежных барсов осталось не так уж и много, и мы хотим защитить их и сохранить им жизнь. Мы делаем все для этого. Их жизни грозит постоянная опасность. Снежных барсов осталось слишком мало. И все они стремятся к уединению в высокогорных долинах. Их жизни грозит постоянная опасность. Это чрезвычайно редкие и загадочные существа. Глядя на барса, пристально наблюдающего за нами, хочется остановиться и спросить себя. Что же на самом деле важнее всего? О чем я забываю? Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»